С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Общественная палата Нинецкого округа впервые представила итоги работы за минувший год. Председатель палаты Екатерина Бурдикова зачитала доклад о состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Нинецком округе в 2015 году. Общественная палата в нашем регионе была сформирована в апреле 2013. В ее структуре работают четыре комиссии по социальной политике и работе с молодежью, по вопросам природопользования и социально-экономического развития, по вопросам инфраструктуры и экологии и по вопросам развития институтов гражданского общества. В своем выступлении Екатерина Бурдикова рассказала об основных актуальных направлениях некоммерческого сектора региона. Председатель подробно остановилась на вопросе патриотизма и работы военно-патриотических объединений в регионе. По мнению общественной палаты округа, необходимо сформировать программу патриотического воспитания населения с учетом возрастных категорий жителей региона. Екатерина Бурдикова также отметила, что в Нинецком округе повысилась степень доверия гражданским институтам. Об этом говорит количество обращений в общественную палату. За прошлый год в общественную палату поступило более 500 входящих писем от различных организаций и зарегистрировано больше 100 исходящих писем. Важным направлением в работе общественной палаты является обращение граждан. В тематике актуальных тем можно выделить следующие категории – ЖКХ и переселение из ветхого аварийного жилья. Социальная сфера – государство, общество, политика, экономика. После доклада выступающему поступили вопросы и замечания. Так, депутат Андрей Ружников отметил слабую работу общественной палаты по проведению общественной экспертизы законопроектов и отсутствия предложений по наиболее важным вопросам социально-экономического развития округа. Кроме того, депутат отметил отсутствие полезной информации на официальном сайте организации, в то время как окружной закон об общественной палате обязывает информировать население округа о результатах своей деятельности. Губернатор округа поинтересовался, насколько налажено взаимодействие членов общественной палаты с общественными советами при органах власти. Также глава региона затронул вопрос о передаче некоторых социальных услуг в некоммерческий сектор. Мы создали вам обеспечивающую структуру, которая обеспечивает финансово, материально-технически общественную палату. И сегодня, когда мы ставим вопрос с декабря месяца о том, что давайте будем выполнять социальные функции, мы готовы снять их с наших бюджетных учреждений, переложить на общественность, на некоммерческий сектор. Вы говорите, а вы нам сделаете дорожную карту. Игорь Кошин дал поручение своему заместителю, руководителю Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинель Семяшкиной подготовить информацию для общественной палаты о социальных услугах, которые могут быть переданы на конкурсных условиях некоммерческому сектору. Руководитель общественной организации ветеранов Вячеслав Карипанов добавил, общественная деятельность – дело добровольное, а не принудительное. Важность личной инициативы и участие объединения граждан в жизни округа отметила и заместитель председателя собрания депутатов Татьяна Бадьян. На сегодняшний день серьёзным направлением является участие НКО при реализации социальных проектов, помощь пожилым, открытие детского сада, волонтёрское движение, уборка территории, развитие ТОСов и так далее. То есть те направления, где порой нужно использовать свои самые нормальные человеческие чувства – это проявить энтузиазм. По итогам обсуждения в адрес председателя поступил ряд других предложений. С докладом можно ознакомиться на сайте общественной палаты Ненецкого округа.